Сейчас мы находимся на картофельном огороде, но о том, что здесь посажена картошка, знаем только мы, нам рассказала хозяйка. Но совсем скоро вот эти кустики достигнут размеров 15-20 сантиметров, и о том, что здесь посажено, станет известно и сотрудникам Россельхоз и Потребнадзора. У хозяйки они спросят, где она взяла семена, и естественно, она посадила семенную картошку, которую оставила с прошлого года специально для этих целей. За это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. За что? Я вам скажу. По мнению законодателей, картошка должна высаживаться только та, которая прошла кучу экспертиз на соответствие государственным стандартам. Но, конечно, никто из людей этого не делает и по привычке садит прошлогоднюю картошку. Где искать, по мнению законодателей, безопасную картошку? В специализированных магазинах, где эти экспертизы пройдены. И если здесь речь идет об участке в несколько шагов и сумма не особо ощутимая, то для обладателей картофельных угодий в несколько соток это уже влетит в копеечку. Отрегулировали законодатели даже расположение уличного туалета, постройки, которую, казалось бы, никто старается не замечать и отодвинуть на задворке своего участка. Она должна соответствовать нескольким требованиям. Туалет должен быть полностью изолирован от плодородных почв и подземных вод. Касательно подземных вод у нас нет возможности убедиться, но плодородная почва здесь кругом и всюду. Второе условие. Находиться он должен не ближе 12 метров до любых жилых построек. И, наконец, проект должен относиться к одному из трех разрешенных типов. Надворная, уборная, пудр-клозет или люфт-клозет. Что значит, что это необычные слова для обычных дачников. То есть выгребная яма должна быть сделана по изолированному типу в виде колодца, резинового или бетонного, и откачиваться не реже одного раза в год, либо по мере заполнения. За неуполнение хотя бы одного из этих условий предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Решили власти раз и навсегда и проблему дачных войн. Теперь не нужно спорить или тем более ссориться, если сорняки вашего соседа перебираются к вам на участок. Достаточно обратиться в надзорные органы, и они выпишут виновнику штраф до полутора тысяч рублей. Ну и стоит напомнить про всем известный запрет на вырубку деревьев даже на своем участке. Это не касается плодово-ягодных, например, как вот этот большой куст ерги. Но если вот эту березу однажды обнаружат срубленной, то выпишут штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Ну а что касается противопожарной безопасности, то в этом смысле обладателям этих участков повезло. Их забор не прилегает вплотную к лесу. Но у тех, у кого такая ситуация сложилась, должны на расстояние до 10 метров от своего забора убирать сухие ветки, траву и прочий бытовой мусор. Те, кто это делать откажутся, должны будут заплатить штраф до 5 тысяч рублей. Такую же сумму внести в казну должны будут и те, кто попытается сжечь на своем участке любой бытовой мусор. Илья Филонов, Михаил Зинкевич, Новости ТВК.